Доброе утро! Доброе утро! Что происходит, да? Где мы? Короче, мы в Москве, утренний рейс. Прилетели и едем сразу на Розман, но прежде, там рядом гостиница, по-упреждению, в гостинице, прямо рядом с мечетью. И мы сейчас быстрые вещи скинем и туда, у нас времени немного. Азимут Олимпик, не изменяем правила, стабильно здесь, вот. Сейчас быстро делаем омывение и выходим на Розман, остается совсем мало времени, но таксист красавчик успел нас привезти, причем знаете, что он говорит? Пятницу, да, сегодня? А, Розман, что? Хорошо хоть вы попались, я хоть узнал, что Розман, хоть пойду тоже. Короче, он паркнулся внизу, сейчас тоже идет. Сколько ты взял с собой, честно скажи, Москву, сколько взял? Своих? Да. Нет, наших. У меня своих нет. Наших сколько взял? Наших. Короче, мы внутрь не успели, и снаружи ход бы началась. А вот, знаешь, сейчас мы ждем чуть-чуть холодно. Особенно, когда приезжаешь с 20 градусного Дагестана сюда в угол. А че так плохо делся? А че ты деньги взял, чтоб ей куртку купить? Чьи? Ну, наш деньги взял. Наш или наши, да? Да. Ахмад, сегодня ты должен обязательно на первый этаж Рейдисона ночью сходить. Почему? А это ты узнаешь, когда сходишь. А здесь что строят? Ставьте лайки те, кто поняли о чем я. Здесь строят Олимпийский. Под мой этот, большой вечер Нашида. Я им примерно сказал, когда я планирую сделать. Они по этому плану строят. Уже билеты тоже распроданы, да? Билеты распроданы еще в 2018 году. Мы будем пить чай с натуральным медом. Еще мы будем в парную идем, в бассейн. Потом Ахмад в спортзал еще идет. И еще он вот так деньги кидать на меня будет, сказал сын. Но я при этом даже танцевать не должен. Просто на куртку. Че за деньги скажешь? За чьи деньги? Твои. Наши, да? Наши, ой. Наши. Наши. Я не взял деньги с собой. Ты взял? Да. Ну все. ИНТшные. Че за ИНТшные тормозились? Всем салам алейкум. Мы приехали в торговый центр. Я забыл как он. Европолис. Все, Европолис. Мы здесь сейчас должны Ибрагима найти. Он где-то здесь. Я не завтракал, а он завтракал. У меня очень хорошее настроение, как вы заметили. Потому что я иду кушать. Заходите к нам. У нас вкусная халяля не боится. Салам алейкум. Набирайте. У меня еще есть для вас сюрприз. Салам, бедя. Как дела, брат? Мы, короче, сейчас будем кушать. Поэтому ненадолго прервемся. Но когда наберем еды, мы вам покажем, что мы взяли. Готов к вашему вниманию продемонстрировать все, что мы заказали. Это котлета. Это что было? Марокканская. Да. У тебя пеканка марокканская. Понятно. А ты что заказал? На диетеру. Конечно, второй завтрак. Поэтому на диетеру. Да. Смотрите, значит, ребятки. Три пирожка с норвежскими ягодами. И один пирожок с вишней. Ну, вот такой Ричард чай. Добавляем. И будет вам... Будет знать, что Алана, моего двоюродного брата, хотели назвать в детстве Ричард Третий. Ооо. Отвечаю, у меня тетя есть. А у меня ощущение, что так и назвали. Ричард Третий. Лев. Лев. Алан, я это не вырежу, не обижайся, пожалуйста. Вчера, короче, по всем канонам езды с таксистами, когда мы выезжали с Махачкалы, Артур, Тима, они говорили, хоть бы вам попался армянин таксист. По-любому будет история. А Тима еще сказал, типа, не, я уже в основном таджики, там все, там нет уже армян, в принципе, за рулем. По классике они говорят, я вообще не таксист. Да, вот. И, короче, вы вчера, да. Вы вчера этот едем, и он говорит, у меня бизнес есть. Армянин попался, бизнес есть. Это я просто вечером выехал. Я вообще эту машину сдал в аренду своему другу. Просто он улетел уже в Армянин, я тоже уеду. Я здесь 20 лет, что здесь делится? Ничего не интересного вообще жить. Ну, я сейчас езжу, никому не доверяю эту машину. А в это время Ахмат смотрел, вчера же обращение было Владимира Владимировича Путина. И он смотрел это видео на заднем сиденье, и он, когда досмотрел, он говорит Ахмаду, это кто был? Это Владимир Владимирович. Он говорит, да. Вы не заметили, что голос не его был? Мы говорим, нет. Все таксисты конспирологи. Да, да. Вы в курсе, что у него есть в Москве два двойника? Вы слышали, что его жена сказала? Кому сказала? Ну, она сказала, что я с ним развелась, потому что это не мой муж, это не Путин. Нет, это не мой Путин. А, это не мой Путин. Да, да, да. Я даже запомнил. Блин, отвечаю, просто убийца был. И мы такие, что теперь дальше, что делать? Я не знаю, я вот уезжаю уже обратно в Армению. Я здесь уже все. Я вот так же с одним недавно ехал, он говорит, выяснил, что он полковник ФСБ в отставке. Вообще это мой, автопарк мой был. Я вообще так случайно иногда езжу. Я думаю, блин, что мы говорили до этого, интересно. Халява дела святое, да, Султан? Какая халява, 100 рублей за 100 рублей. За 100 рублей айфон ход играть, да? Давай, давай, сосредоточься. Эй, сосредоточься, я тебя прошу. Смотри. Эй. Ногу закидывай, ногу закидывай. Эй. Эй. Че, 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 клопил вообще разорвать? Че, стаканчик? Эй, а че ты мороженое? Я нет, я просто понимал, что я упустил уже. А, там 20 тысяч рублей. Там 20 тысяч рублей. Пожди, сейчас я попаду, смотри. Ага. Ух ты, на тебе. Тиу, тиу, тиу. Сейчас, сейчас я попаду. Давай айфон, че ты делаешь, братан. Ай. Давай, Ибрагим, ты должен попасть. Тихо. Эти руки. А пальчики-то помню, да? Да, да. Ибрагим. 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 Как она это? Она эту думала, я нажму? Не нажимай, надо держать ее, чтобы она дошла. Устан, старая схема. Давай, давай еще раз. Меня подставили, опять. Все. Давай еще закинем. Давай, давай, еще закинем. Не, там машина приехала. Да, уже приехала. Машина приехала. А так бы я еще здесь конкретно, я тебе квартиру заложил бы. Очень опасная вещь, ребята. А так это аппарат мой же, брат. А деньги наши? Не, не, брат. Ужил с кого сегодня, скажи, после такого моего финансового фиаско. Да? Короче, ребят, значит, понравилась мне Москва. Я чувствую себя коренным москвичом. Вот. И, значит, для того, чтобы быть полностью себя ощущать москвичом, мне нужен паспорт москвича. И, значит, мне его так просто в паспортном столе не дали. Я приехал, значит, как видите, в автосалон «Москвич». Покупаю «Москвич», а с автомобилем что идет? Паспорт. Паспорт чего? Паспорт москвича идет. Соответственно, автоматически я становлюсь владельцем паспорта москвича. Так что давайте проверим вообще, можно эту машину покупать. Нельзя. Что там вообще с ней происходит? Сейчас узнаем. Это не автообзор. Это мой влог. Просто мы приехали за паспортом. Поехали. Короче, ребята, нормальные машины китайские. Жак называется. Логотип Жака сняли, москвича приклеили. А вес-то наша, да, машина? Конечно. Ну, она прям не китайская, да? Я лучше на весе буду ездить, чем на китайцев. Ты еще не знаешь. Может быть хорошая машина. Может быть хорошая? А что надо, чтобы узнать? Зайти посмотреть? Ну, как минимум. Туда пускают, да? Автообзор сделай. Можешь узнать? Вдруг не пускают внутрь. Ну, давай узнаем. Скажи, что я коренной москвич. Хорошо им. Видно же по мне? Да, конечно. Когда они будут говорить, что скажи, он там коренной москвич стоит, он зайти хочет. Итак, мы в салоне москвич. Сейчас будем смотреть машинки. Ну, здесь, в принципе, все одинаковые. Я так понял, что у них нет, у них только внутри может быть там, как это называется, пакет, да? Или комплектация разная. А так, по сути, снаружи они все как-то выглядят практически одинаково, только цвета разные. Вот. Ну, нам приглянулся красный. Мы, наверное, дизайн будем рассматривать по красному цвету. Фары узкие. Как глаза дизайнера. Посмотрим вообще. Дай оценку. Мне нравится, если честно. Ну, посмотри. Вот чучу дизайн у машин китайских у всех очень крутой. Прям вообще нормально все. У них все в порядке с дизайном. 2 миллиона 500 почти стоит эта машина. 2,480. Алёса выкинула. Диски тоже. Ну, вот такой диск. Один у нас бордюр ударь и все. Ну, я могу сейчас пальцами его согнуть. Просто я не буду это делать, да? Зачем? У нас же другая передача, не спортивная. Потом смотри, как здесь сделано. Это просто гениально. Это гениально просто. Я считаю, да? А? А, смотри, кнопки выкрываете, закрываете. Видишь, бесключевой доступ. Задние пары как-то. Вот это видишь? Это называется. Однозначно, что похоже на Sportage при последнем кузыке. Ну, Sportage, по-моему, побольше, нет? Да? Sportage побольше, по-моему. Какой здесь неприятный запах. Китаем пахнет? Да. Да. Причем, видимо, китаец, который ее собирал, чуть даже вспотел. И ух, запаска пахнет. И ух, запаска пахнет. Да. Если у вас место в машине. Пожди, да. Пожди. Пожалуйста. А вы говорите, вы чё? Алё, ребят. Берите, не думайте. Идем. Какую ценность была за ней? 2,480. За 2,471. Берешь? Ну, смотрю, Lada Vesta, по-моему, полный лук стоит. Где-то миллион семьсот, миллион восемьсот. На механике. Vesta это российская машина, а это китайская. Как-никак. Мне не по кайфу перед менеджерами это говорить. Они, видимо, этого не знают. Может, ты это знаешь. Здесь вообще мало места. Смотрите. Вообще просто. Можно я возьму? Смотри, вот здесь. Вот сюда мой iPhone. Где он мой iPhone? Ну, вот он. Вот смотри просто. Если мой 15-й Max Pro 1 терабайт вот сюда положить. Вот. Он еле как сюда поместился. Отсюда вытащить во время езды сложно. Здесь мне все нравится. Я люблю компактные маленькие экраны. Здесь мне тоже очень нравится, что маленький экран. Старт-стоп. Все в порядке. Здесь у нас сенсорная панель. Видимо, все управляется отсюда. Но есть проблема. Когда выключено, все видно. Я не знаю, вам видно или нет. Я попробую показать. Все изцарапано. Ну, короче. Она новая машина. Уже вся в царапинах. Поэтому это очень неприятно, я думаю. В целом, дизайн неплохой. Вот эта штучка непонятная. Ты должен расцесс. Слава вам сказать, как тебе вообще. Уютно, не уютно. Я не знаю, подвигать. Вон, смотри, у нее не механическое движение, а именно автоматическое. Вот бак отсюда открывается. А на ладе есть, ты представляешь, до сих пор механическое все. Серьезно? Да. Все подкручивается. За миллион семьсот? Миллион, ну, семьсот, восемьсот, да. Ну, смотри, все шлистика поднимается. Брат, знаешь, в чем прикол? Это ты должен говорить. Это не я. Это ты разбираешься в машине. Ты от меня что требуешь? Ты от меня что требуешь? Тебе удобно, неудобно? Туда я закрою? Ты же не даешь мне расслабиться? Мне вообще не нравится вот эта сторона двери. Она вся очень дешевая. Мне нравится. А руль? Дешевый пластик имеешь в виду? Да, да. Ну, вот ручка нормальная. Колонка вообще не нравится. Я думаю, звук тоже такой себе. А? Просто здесь я же не послушаю. Ну, нормальные машины. Они же не поймут. Они же сразу придут все. Ну, давай назад садись, посмотрим. Ну, сам за собой только сядешь. Ну, я сейчас сижу с комфортом. Я бы вот так мог бы ездить. В принципе, норм. И здесь, как бы, да? Это, я так понял, полная конкретикация. По-моему, нет. По-моему, здесь еще есть. Еще полнее. Здесь, видишь, у всех есть панорама. Это люк просто. Это люк. Люк. Но вести нету люка даже. Я же угадал. Вот так выходишь из нее. Очень удобно выходить. Очень удобно выходить. Удобно выходить, если спина не болит. Ух. Упать смотри. Упать смотри. Ну, а сзади посмотрим, что здесь тоже. Спокойность. Смотри, я спокойно сижу здесь. Спокойно. Ну, дальнюю поездку. Гербян смогу, что вы ехали? Да. Отвечаю, смогу. Здесь просто нормальное место. Ну, а что здесь? Что они для тебя сделают? Они для меня сделали подлокотник. Два стакана. В принципе, то, что мне нужно. Бутылочку туда положить. Угу. Колонка с плохим звуком, я думаю. Я уверен, вот такой дизайн колонки не может быть хорошим звуком. Я очень люблю держаться за ручку. Очень люблю вот так. Свет есть? Свет есть. Смотри, какой. Аж прямо ослепляет эти звуки. Мне кажется, все силы бросили в этот свет сзади. А? Сидень кожаного. Ну, они такие как резиновые сейчас. Нет вообще? Да. Не, не, не. Нормально сиденье. Они в сезон выдержат. Вот твой вердикт какой? Мой вердикт. Если у вас есть 2 миллиона 500 и вы не разбираетесь в машинах, покупайте москвич. А так, как говорил мой друг Мухаммад Исаев, пусть здесь врезка будет так. Спасил меня точно. Какой покайф вот это сюда врезать надо. Ну, столько всего ты сказал отношения, как бы, не знаю, тебе заплатили, нет? А что, я хороший искал, да? Ну, много хорошего. А, серьезно, да? Я вообще в машинах не разбираюсь, на меня вообще не ориентировался. Просто я вам говорю, красивый цвет, красивый дизайн, с кнопки закрывается, открывается багажник. Впереди все аккуратненько, нормальненько. Места мало для именно каких-то принадлежностей, аксессуаров. Реально мало. Ну, комфортно ездить, достаточно места. Я не знаю, она быстро ломается, не ломается, ходовая, это уже не ко мне, ребят. Это уже, пожалуйста, к Давидычу. Все. Салам алейкум, как говорится, до новых встреч. Увидимся уже в следующем эпизоде нашего влога. Поехали. Ну, я не знаю. Для меня вообще китайская машина, все, кто машину китайскую покупает, это герои, которые, я не знаю, на что рассчитывать. Если у них испортится что-то в автомобиле, где они возьмут запчасти, сколько они их будут ждать, кто им их поменяет, кто уже разбираться научился в этих машинах, особенно если речь идет о Дагестане. Есть такие умельцы, подскажите, пусть другие тоже знают. Я не рискнул Манжаро взять. У меня была возможность взять Жили Манжаро, была возможность взять электричку, я взял Мерседес. А что доволен? Конечно, доволен. Я вообще Мерседес всю жизнь мне говорю, Мерседес, Мерседес. А я ездил на корейцев и думал, нафиг мне этот Мерседес. А мне все время пугали, обслуживание дорогое, то дорогое, все. Уже второй Мерс у меня, и я кайфую. Меня все устраивает. Понятно, у меня не гелик еще. Всем ассалам алейкум. Значит, погода очень прохладная, но это не помешало нам приехать за город вообще. Я очень плохо ориентируюсь, я даже не знаю, куда мы приехали. Вот здесь снимается сериал для канала ТНТ. Не путайся. Всегда я на ТНТ, и вот мы прибыли сюда. Пока здесь репетируют сцену, мы решили сразу подойти. и... Здесь чайно... Еврагим, что происходит? Здесь точно кино снимаем? Давай. Слушай! Это продюсер, это продюсер фильма. Это что было? Вот такие веселые съемки у нас. Свет выставлен. Видимо, здесь будет сниматься очередная сцена. Вот, сейчас попробую себе какую-нибудь роль пробить. Как я выгляжу? Нормально? Ты что сказал, нормально? Помнишь, моя коронка? Ты что сказал, нормально? Нормально выглядишь? Я бы сыграл бы сейчас какому-нибудь, знаешь? Я хочу, чтобы ты понял для себя, малыш. Это тебе не игрушки. Здесь все посерьезные. Пойдем. Король здесь один. Пишется, пишется. 14 серия из 13 серий. 145 серий будет отдельно. Спин-офф про тебя. Это здесь возможно быть первым. Здрасте. Короче, мы сейчас приехали париться баню. А здесь люди, короче, еще не освободили. И мы ждем. Сейчас они вот вещи собирают свои. Блин, у нас здесь движуха, конечно. Прям как на НМД. Вадим Владимирович. Еврагим, это какой по счету фильм, где ты продюсер? Девятый, может десятый. Десятый? За сколько лет? За 10 лет. За 10 лет? По фильму в год, да? Учитывая пандемию, там, два года минус просто. Два года пандемия. А самый какой успешный на данный момент? Это миллиард? Да, наверное. Рабочий. Итак, режиссер фильма Роман. Очень приятно. Здравствуйте. А вы бывали в Дагестане? Да. Да? Да. Можно такой вопрос? А вы с этой прической были в Дагестане? Я был не с этой прической, но у нас из динамиков автомобиля раздавалась песня «Кавказская диско». Послушайте как-нибудь. Там, я думаю, что и без прически можно было люлей отхватить. Да? Да. Почти. Ну, вы приезжайте уже, мы вас встретим там. Как-то нащупали острые углы, ну и сгладили в итоге. Ну, мы вам желаем удачи. Спасибо. Мы очень рады, что вы снимаете такое кино. Нет, вообще, вообще, ирония иронии, Дагестан очень красивый, очень вкусный. Вот. Культуры разные, мировоззрения отличаются, но это классно, это интересно. Ну, вот я никому такое не говорил, вам говорю. Если будете в Дагестане, обязательно нам сообщите, встретим вас так, как никого не встречали. Я уже боюсь даже. Нет, нет. В хорошем смысле слова. Спасибо большое. Спасибо вам. Удачи. Сейчас перерыв небольшой, пауза у них. Значит, они готовят новую сцену, а пока обед. Вот все собрались. Кто-то общается. Кто-то в очереди за вкусненький. Итак, с главным сценаристом, а вы его видели в прошлой серии. Скажи мне, пожалуйста, когда я появлюсь в каком-нибудь хорошем фильме, к которому ты написал сценарий. Да, это сейчас. Одну секунду. Не-не-не, подожди, подожди. Ребят. Нет-нет. Я уже с ребятами поговорил, они не придут. Тебе скорая нужна. Я обещаю, пишется. Все, все, братан, все. Хорошо, смотри. Я тебе еще хочу сказать, что никому такого не говорил. Если ты приедешь в Дагестан, а у нас же много съемок было, мы тебя встретим, как никого не встречаем. А вот это уже интересно. Вот Дагестан, я ни разу, кстати, не был реально в Дагестане. Может зимой, но лучше летом. Главное, чтобы я не в багажнике ехал туда. Не-не-не, скоро. Мы очень гостеприимные. Я с удовольствием, не, серьезно, в Дагестане с удовольствием побываю, реально. Ну все, тогда мы тебя ждем. Хорошо. Договорились? Да, спасибо. Спасибо. Что вы хотите? Дагестан хотите? В Избирбаши два года назад был. Обалденно это. В Избирбаши? В Избирбаш, да. А что именно в Избирбаши? А я туда груз отвозил. А-а-а, понятно. Вот как видите, в Избирбаши вас ждем. Да. А что кушают звезды, можно узнать? Звезды кушают вот меню, пожалуйста. А, все, что хочешь, можно узнать? Все, что хочешь. А что выбрал Лагашкин, можно узнать? Он выбрал ребро. Он выбрал ребро. А-а-а, сломанное или какое? Да. Соусом барбекю и едва харчо. Понятно. Очень важно в любом фильме, как тебя одевают, правильно или неправильно. И от этого зависит образ героя. Главного, эпизодического, неважно. Сейчас мы вам показываем гримерку. То место, где хранятся костюмы и где находятся костюмеры, которые эти костюмы подбирают и готовят для вас. Еврагимин, проходим. Такое ощущение, что я сюда захожу, сейчас анализы сдаваю. Кровь. Голова кружится. Голова кружится. Просто вагон кривой. Да? От чего? Кривой вагон. А-а, кривой вагон. А это так задумано, да? Нет, не задумано. Расскажите, пожалуйста, меня во что можно одеть? Я похож на пилота турецких авиалиний? Да. Однозначно. Хочкель здесь, бог он бьет. А почему так много костюмеров? Или здесь не только костюмеры сейчас? Здесь художник показывает. А что делает художник по костюму? Художник подбирает, да? Подбирает, придумывает. Читает сценарий сначала. Изучает героев. Потом долго говорит всякие слова режиссеру. Если режиссер согласен с этими словами, художник рисует. Кстати, эти слова нельзя сейчас говорить на камеру? Да. Ну, всякие описательные слова, портрет героя. Он же дополняется костюмом. И собирается образ. А вы что делаете? А вы читаете сценарий? Конечно. Или вы просто наугадываете? Так, пусть герой будет в синим. Все. Да? Ну, если вы такой даже не сказала в синим, то будет синим. А, вы просто уже находите, да, вещи? Она говорит, что надо. Мы сделаем. А, у вас, короче, работа легче, да? Или сложнее? Бывает такое, что вы говорите, нужно? А вдруг она придумала костюм овцы. Попробуй найти костюм овцы розовый. Или козы. Да, конечно. А, такое тоже бывает. А если вас пригласят дагестанцы и мы в кино приедете? Конечно. Нет. Вот я никому не говорил, вам скажу. Никому ни разу не говорил. Если вы приедете в Дагестан, мы вас встретим так, как никого никогда не встречали. Договорились, по рукам. Проговорились? Только у меня какой-нибудь костюм тоже такой эффектный. Ни овцы, ни козы, ни козы, ни козла. Мы тут искали костюм бобра. Не ношли ни одного сносного бобра. Серьезно? Полно бурундуков, а с бобрами какая-то напряжённая. Да, да, да. Ну, в Дагестане норм. Да? Всё отлично, мы едем. Приедете. Всё. Спасибо вам большое. Спасибо. Я пытаюсь подкорулить сейчас главную героиню для того, чтобы попробовать. Извини, ради бога. Да. Извините, пожалуйста. Я придумал сериал на тебя. Ты в главной роли. Так. Значит, продолжение сериала «След». Есть сериал «След». Угу. Я придумал такую концепцию. 150 серий. Сериал «Плед». Я в роли кого «Пледа», что ли? Да. Ты будешь играть «Плед». Ты будешь висеть на стене. И все, значит, главные герои тоже там. Ну, твои партнёры. Главных героинь давай. Главные героини, да. Будут приходить, сидеть. Там драматические сцены. А ты висишь и всё оцениваешь. А. Я думал, я типа укутываю всех. Укутывается в меня. Нет. Потом ты горишь. Там квартира сгорает. Блин, зарази даже. Что за у тебя? Ты знаешь, что сейчас люди посмотрят? Они в начале первый раз посмотрели. Такие. О, какой хороший сценарист. Надо его пригласить. А после этого… Ребята, вы поняли, с кем работать приходится? Нет, но в Дагестан я всё равно еду. Да? В Дагестан я еду в любом случае. Ну, смотри. Как хороший или как плохой. Багажник или это. Но всё равно еду. Еду. Всё, договорились. Короче, к гримерам сейчас иду. У нас есть один или два гримера в Дагестане. В общем, проблема с этим. Здесь проблем нет. Вот. Ибрагим. Давай, завод. Завод тебя, завод. Здрасьте. Привет. Можете мне нарисовать шрам? Конечно. Чтобы я мог вызвать полицию. Сто кресла. Там шевелирование было. А что вы делаете? Просто красивые, если были, да? Или красивые. Или очень красивые. Какая задача? Ну, вот смотрите. Видите, можно ли ещё красивее меня сделать, чем я есть? Важно это портится. Только ухудшается. Спасибо большое. Вам только по-моему. А вы были в Дагестане? Там же сейчас много кино снимается. Нет. Не были. К сожалению, не были. Не были? А если пригласят, вы приедете? Конечно. Конечно. С удовольствием. Ну вот я, вот я снимаю тоже. Я никому не говорил, вам говорю. Если вы приедете, мы вас встретим так, как никого не встречали. Хорошо. Заговорились? Спасибо. Можете вам тогда предложение. Потому что вы дарите красоту людям, да? Я правильно понял? Анна, здравствуйте. Я уже успел пообщаться со сценаристами, режиссерами, со всеми. Вы главная героиня сериала, правильно? Да. Да. И вот у меня вопрос к вам. А если в Дагестан вас будут приглашать? У нас сейчас много кино снимается. Вы приедете? Знаете, я никогда не была в Дагестане. У нас очень много интересных фильмов сейчас снимается. И если вдруг вас пригласят, то вот я никому не говорил, вам говорю, мы вас так встретим, как никого никогда не встречали. Будьте уверены. Ну, спасибо. Хорошо. Договорились? Спасибо. Спасибо вам большое. Удачи вам. И надеюсь, мы увидим на ТНТ. Спасибо. Обязательно смотрите у нас на ТНТ. Спасибо. Слушай, я со столькими пообщался. Всех Дагестан пригласил эксклюзивно. Так что я всем сказал, когда камеру выключал, только через Ибру. Так что, Ибрагим, тебя сейчас будут все достигать. Это ладно. Слушай, думал на битве за алимон, я тебе расскажу. Такая история есть интересная. Вот, значит, мой сын, которому сейчас в 18, в первом классе, на уроке, я не знаю, какой там, какой-то урок, и задают вопрос на уроке, что можно приготовить, но нельзя съесть? Ну, ответ сразу говорю, ответ – это уроки. Мой Ажимурат встает с таким четким ощущением правды, и у меня есть ответ. Он говорит, ну что, говорит, что можно приготовить, но что нельзя съесть. Свинину. Ой, как нам учителиться позвонил. Я говорю, красавчик, сыной, красавчик. В московской школе даешь правильные ответы. Миша, здрасте. Привет. уголки говорили чего тут у вас интересного происходит можно в двух словах вы отвечаете за монтаж да хочу прям походу ферментировать сразу себя лету горячий монтаж может еще прямой эфир куда-то идет на youtube подписывайтесь на канал ставьте лайки колокольчик не забываем ну картинка конечно вообще когда смотришь так кажется что все очень темно а когда уже видишь но это еще будет чиститься на на этом дорисуешь на светокор графика это вы уже столько успели всего по нарезать да почище мало серьезно а сколько вам времени нужно чтобы одну серию смонтировать под ключ ну мне неделя я быстро промонтирую ну круто меня тогда вообще не еще своим монтажникам покажу которые ноют все время закрой закрой мне только спасибо большое спасибо вам удачи спасибо через неделю уже можно зайти посмотреть в эфире тнт всем ассалам алейкум а значит пришли на щепкина один очень популярный кафе ресторан здесь мясо говорят прям номер один салат и все пришли для того чтобы все попробовать а здесь а здесь нет нет места нет места я вот так вытаскиваю телефон и такой начинаю короче набирать жизнь и слышу голос типа не надо набирать я уже здесь уже все под контролем человек который все контролирует по москве он у меня так и записан хизбалла главный по москве мы в свое время попали совет федерации спортивка это первый случай в истории совета федерации когда так пропустили людей вы же поняли да кто это организовал не нужно уже снова пальцем показывать все понятно вот и вот мы значит пришли у нас был приезд москву когда хизбуа не знал о нашем приезде и тогда такое было гостеприимство такое знаете на костылях такое слабенькое но сейчас мы тоже не сказали но как он это короче провернул я не знаю но вот он здесь и мы здесь и шашлык уже здесь всем ассалам алейкум мы в аэропорту шереметьево и ну как-то принято так что когда мы будем на телеканале н н т всегда у каждого есть свои ключи но плюс я могу подойти к охраннику искать ему дай мне ключ от конкретного кабинета но всегда мне его дает я сейчас подошел к ресепшену в ресепшен да не информационные до блок или как он называется гордайте мне ключи надо отдохнуть что-то они мне ключи далее то у меня два аэропорту тоже если что звоните я всегда могу открыть вам любую дверь здесь вообще без проблем на самом деле это ключ от молебны мы идем делать намаз вот те кто не знали имейте ввиду друзья что если вдруг вы в аэропорту вам нужно сделать намаз подходите в информационную информационку говорите дайте мне ключ вам говорят либо там открыто либо ключ вот он и вы можете пойти спокойно сделать намазь это вам лайфхак которые я думаю будет очень полезен для всех тех кто таких элементов им а да 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 да